Весь день на снегоходах по Узбюрской тайге. Непроходимый снег, пронизывающий ветер – непростое испытание для республиканских и федеральных специалистов. Эксперты Рослесхоза обследовали территории ветровала в Хакасии. 16-й выдел, это в 42-м. Значит, вон тот, вон там выше, выше. Не доехали, там снега много. Осенью прошлого года в Хакасии ураганным ветром повалило деревья, пострадало несколько лесничеств. Больше всего Узбюрская. На сегодня подтвердили 7,5 тысяч гектаров. Итоги обследования обсудили на рабочей группе в Минприроды Республики. Разработали план мероприятий. Департамент по сибирскому федеральному округу направил обращение федеральное агентство. Хакасии понадобится финансовая помощь для расчистки ветровала. Уже сегодня будут оформляться акты, уже проходят согласование в департаменте у нас. Будут, вернее всего, в ближайшее время доведены изменения в госзадание. И будет начинаться разработка данных ветровальников уже на местах. Но это уже процесс пошел. Специалисты Минприроды Хакасии начали лесопатологические обследования еще в прошлом году. Половина работы сделана. Приезд федералов важен. Были разногласия по актам обследований. Теперь республика наглядно доказала объемы. Чтобы приступить к уборке, нужно документально все оформить. Коллеги увидели, что действительно произошло стихийное бедствие. То есть умысла какого-то совершать незаконную рубку, еще чего-то нет. Работа ежедневно проводится. Проводится обследование лесного участка, подготавливается документация и направляется в департамент по Сибирскому федеральному округу. Масштаб внушительный – 700 тысяч кубов древесины. Это очаг вредителей, а с приходом тепла грозит усилить лесные пожары. Ветровал особенно опасен вблизи населенных пунктов, поэтому там расчищать будут в первую очередь. Этим займутся лесничества. Работы начнутся после исхода снега. Расчистка займет минимум два года.